Числовые поля. Вот мы переходим теперь, собственно, к математическому содержанию окончательно лекции. И вот главное наше понятие — понятие поля. Значит, вот я его уже вёл. Поле комплексных чисел и все его, что называется, подполя. То есть подмножество в С, которые являются полями. Это множество, ещё раз, которые замкнуты относительно четырёх арифметических операций. Сложение, вычитание, умножение, деление. Значит, ну вот примеры полей Q, R, C. Ну вот между Q и R там много других полей. Есть также подполя в С, которые не являются, не лежат в R, конечно же. Вот вы, например, можете к Q присоединить ту самую мнимую единицу. Но есть вот множество, которые и не являются полями, потому что не замкнуты относительно каких-то операций. Например, множество натуральных чисел, оно замкнуты относительно сложения и умножения, но не замкнуты относительно вычитания и деления. Множство Z, целых чисел, замкнуты относительно сложения и вычитания и умножения, но не замкнуты относительно деления. Делить там нельзя. А множество положительных чисел замкнуты, ну опять-таки, относительно и сложения, и умножения, и деления, но вот относительно вычитания, не замкнуты. Значит, это не поля. В качестве одного важного примера поля давайте рассмотрим вот такое поле Присоединим к полю рациональных чисел Число корень из двух То есть замкнем вот такое множество относительно четырех альтернатических действий Как вы думаете, какое множество получится? Понятно, что ку, множество рациональных чисел, это самое маленькое поле Потому что любое поле должно содержать ноль, единицу Соответственно, вместе с ними, раз оно замкнуто, относительно сложения, оно содержит все натуральные числа Также все минус натуральные, поскольку относительно вычитания тоже замкнуто Мы получаем множество всех целых чисел И дальше все их начинаем делить друг на друга, ну кроме нуля Получаем множество рациональных чисел Это множество уже замкнуто относительно четырех альтернатических операций То есть оно поле, стало быть, это самое маленькое поле, какое есть Из специалистов характеристики ноль Давайте присоединим к нему число корень из двух И вот натянем на это множество, которое сейчас написано, нарисовано на слайде Поле Ну вот давайте Так, мы знаем этот ответ Как будет выглядеть это множество И кто это сейчас сообразит На самом деле, кто знаком с комплексными числами Здесь ситуация очень похожая Там мы к полю действительных чисел присоединяли мнимую единицу Нейти такой инородный элемент, который в квадрате, однако, лежит в n А здесь мы к полю рациональных чисел тоже присоединяем инородный элемент Но с тем же свойством, который в квадрате лежит в кул Ну это для пифагорейцев революционное открытие Когда они обнаружили, что диагональ квадрата несоизмерима со стороной И оказывается, значит, есть еще какие-то числа, кроме дробей Да, ну давайте начнем с того, что замкнем это множество относительно умножения Значит, понятно, что мы корень из 2 умножаем на все рациональные числа Вот получаем такое множество, которое вот так просто обозначается q умножить на корень из 2 Ну и все рациональные числа у нас тоже были Значит, вы согласны, что если мы теперь возьмем два элемента вот этого множества То есть либо рациональное число, либо корень из 2 с рациональным коэффициентом То вот это множество уже будет замкнуто относительно умножения, правда? Ну потому что если, допустим, перемножить два элемента из второго множества Корень из 2 в квадрате это 2 Значит мы получим элементы с первого множества Согласны? Значит это вот уже множество замкнутое относительно умножения Но относительно сложения оно еще не замкнуто Значит вот если мы замкнем относительно сложения Мы получим вот такое множество, правда? Все числа вот такого вида Такие линейные комбинации, как говорится Единицы и корни из двух с рациональными коэффициентами Значит совершенно очевидно, что это множество замкнуто Относительно по крайней мере трех арифметических операций Сложения, вычитания, ну и умножения Согласны, что оно замкнуто относительно умножения? Потому что если раскрывать скобки в выражениях такого вида, по аналогии с комплексными числами, как я вот писал на доске, то корень из двух на корень из двух даст двойку, и вы получите снова число такого же вида. Так, ну вот интрига в том, а будет ли это поле, будет ли это множество замкнуто относительно деления? Так, ну кто за то, что будет? Да, а кто за то, что не будет? Остальные воздержались, но никто, против никто не возразил. Значит, почему? Ну, объясните кратко, почему оно замкнуто относительно деления? Это написано на следующем слайде, да? Ну, можно озвучить ответ. Я просила, где стесняться? Да, совершенно верно, абсолютно точно так же, как и для комплексных чисел. Мы просто умножаем на сопряженное. Значит, вот достаточно единицу разделить на такое ненулевое число, вот, и получится, значит, вот опять число такого вида. То есть мы, что называется, избавились от рациональности знаменателя. Вот, ну вот это поле обозначается вот таким образом. Ку в круговых скобочках корень из двух. И читается ку от корня из двух. Вот, ну хорошо. Давайте обобщим эту историю, да? То, что называется квадратичное расширение. Теперь вместо ку возьмем произвольное поле. У нас все поля, это подполя в цель, числовые поля. Вот, и есть какой-то элемент в ка, обозначенный буквой д, такой, что вот корень из него не лежит в ка. Вот, ну тогда вот точно так же можно присоединить корень из д к полю рациональных чисел и получить вот такое поле, называется... Ой, только здесь, конечно, опечатка, да? Так, ну все видят опечатку, да? Вместо ку должно быть ка здесь. Вот, понятная идея. Значит, вот получается наименьшее поле, содержащее к и корень из д. Вот. Значит, и вот наше... Да, и вот важное замечание теперь уже, ну, предложение, о том, как вообще устроено квадратичное расширение, да? Вот это был как бы конкретный пример, мы присоединили радикал. А наш, одним из важных, так сказать, моментов в нашей лекции является строение произвольного квадратичного расширения. Значит, что такое вообще квадратичное расширение? Ну вот есть поле k, есть еще одно поле l, которое содержит целиком k и имеет размерность 2. Что значит размерность 2? Ну это, на самом деле, вот что означает, что, во-первых, l строго больше k, и, во-вторых, имеет вот такой вид, состоит из всех элементов вида a плюс b альфа, где альфа это вообще любой элемент из l, но не из k. То есть, если вы какой-то элемент возьмете из l, но не из k, да, то вам достаточно записать только вот такие линейные комбинации a плюс b альфа, а альфа квадрат, который тоже должен быть в этом поле, он уже через них выражается. Ну то есть это очень похоже на векторы, правда? Вообще, вот я сказал, что лекция будет сугубо алгебраической, и геометрии здесь не будет, но здесь не будет вот такой классической геометрии на построение, да, мы всю ее уже прошли, как строить там радикалы и так далее. Вот, но тем не менее, вот такая геометрия, геометрическая интуиция и геометрическое описание алгебраических понятий, тем не менее, будет ли оно весьма полезно? То есть вообще вот на числа можно смотреть, как на векторы. Вот на те же самые единицу и корень из двух полезно смотреть, как на векторы и изображать их, вот не пугайтесь, вот не коллинеарными, да? Так-то они вообще лежат на действительной прямой, но вот если мы в качестве основного поля возьмем не действительные числа, а рациональные, то вот, как говорится, над полем q рациональных чисел, они очень даже не коллинеарны, правда? То есть их отношение, это не есть рациональное число. И вот это вот поле q от корня из двух, его можно как бы мыслить себе в виде как бы такой вот кроскости с двумя базисными векторами один и корень из двух, и в качестве скаляров у нас выступают только рациональные числа. То есть единицу мы умножаем на рациональное число, на все рациональные числа, корень из двух умножаем на все рациональные числа, и потом все это дело складываем. Вот. Естественно, никаких углов и длин здесь не предполагается. Такая чисто линейная геометрия, не эфирева. Так вот, утверждение, важное утверждение, состоит в том, что на самом деле всякое квадратичное расширение устроено вот именно таким образом, с помощью присоединения квадратного радикав. Вот. Это очень важная теорема, и на самом деле очень проста. И на самом деле вы ее все как так или иначе проходили в восьмом классе, да? И сейчас мы ее докажем. Теорема называется решение квадратных уравнений, да? Значит, ну вот смотрите, как найти вот этот дельт. Так, вот перед вами L, имеющий вот такой вид. A плюс B альфа, где A и B из K. Если кому-то сложно, вы можете считать, что K это множество рациональных чисел. Это, в общем, ни на что не влияет. Вот. Ну вот, как найти вот этот вот корень из D? Понятно, альфа не обязана быть кормом из какого-то элемента из K, да? Но, тем не менее, мы можем, как бы, что называется, переписать вот эти выражения по-другому баню, более удобному. И в качестве, вместо альфа взять вот число поля из D. Как его взять? Как его найти? Ну, надо воспользоваться тем, что это поле, и, значит, как я уже сказал, оно содержит число альфа квадрата, правда? Потому что оно замкнуто относительно умножимым. Вместе с любым элементом оно содержит его квадрат. Кстати, вот интересный был случай на экзамене, на первом курсе, на МИКМАТе, когда вот на такой вопрос, значит, содержит ли поле квадрат своего элемента, был ответ нет, потому что, ну, в определении электр говорил, что для любых двух элементов, там, x и b, да, их произведение лежит, да? Вот, ну, важно понимать, что они могут быть одинаковыми, да? Значит, квадрат там тоже лежит, вот, значит, и поэтому альфа квадрат имеет вот такой вид для некоторых, а и b, ну, а это называется квадратное уравнение, то есть отсюда вы можете просто выделить полный квадрат, да, соответствующим образом решить и перейти к другому элементу. Ну, вообще говоря, вот это число может оказаться отрицательным, да, то есть, возможно, вы выйдете в комплексную плоскость, а, может быть, останетесь в действительных числах. Хотя вы даже не знаете, какое было k, да, k это произвольное поле, оно может быть уже изначально не содержаться в действительной прямой. Вот, так или иначе, мы этого не боимся, если мы знаем комплексные числах. Значит, разделив еще вот на этот элемент, да, вы получаете вот альфа минус b пополам делить на корень из этого элемента, это как раз, значит, ну или просто, просто можно в качестве d, в качестве d, значит, взять просто вот этот элемент, согласны? Потому что а и b оттуда, из k, значит, вот этот элемент из k, вот, значит, ну вот, и присоединить альфа, это все равно, что присоединить альфа минус b пополам, да, это все понимают, да, потому что b у вас лежит в вашем поле. Вот, таким образом, вот всякое квадратичное расширение на самом деле имеет вот такой вид, получается, присоединением квадратного корня. Вот, и вот теперь мы окончательно готовы перефразировать нашу задачу о построении правильного 17-угольника на алгебраическом языке. Ну вот, нам надо построить вот такую вот цепочку квадратичных расширений. То есть, смотрите, вот к полю q рациональных чисел, то, что у нас есть изначально, мы должны присоединить некоторый элемент альфа второй степени, затем мы к этому еще присоединяем элемент бета, уже имеющий вторую степень, вот над q от альфа. Вот, и вот на третьем этапе мы уже получаем вот это вот поле, порученное присоединением q числа почту с 2 пин и 17. Вот. Ну, здесь возникают вопросы, да, почему вообще такая цепочка существует, почему в ней три этажа. И вот на этот вопрос уже, значит, ну, без комплексных чисел ответить, если можно, то, во всяком случае, это будет как минимум неестественно, а, скорее всего, просто и нельзя. Значит, вот сейчас у нас будет такой небольшой кусок лекции по алгебраическим числам, да. То есть, нам нужно немножко с вами поговорить о полях и об алгебраических числах, да. Ну, вот давайте по аналогии с тем, как мы присоединяли корень квадратный из 2, давайте присоединим корень кубический из 2. Вот это уже гораздо интереснее. То есть, опять-таки, мы начинаем с простого, мы замыкаем вот это вот множество относительно трех алгебрических операций сложения, вычитания и умножения. Ну, вот согласно, что можно ограничиться вот этими тремя слагаемыми, да, вот мы корень кубический из 2 возводим в квадрат, а если мы в куб возведем, мы получим уже 2, то есть мы уже получим рациональное число. Так что это множество замкнут относительно умножения. Все такие как бы многочлены с рациональными коэффициентами от корня кубического из 2, во всяком случае, образуют, как говорят, кольцо. Вот, то есть мы еще ничего не говорим про деление. А что вы можете сказать про деление? Вот, да, замкнут. У меня вопрос. Да. Вот вы сказали, что сначала 2, потом еще раз 2, и потом еще 2. Да. Это получается 8. Да. А почему присоединение косинуса 2, 5, 9, 18, это 8? Да, вот совершенно правильный вопрос. Я сказал, что ответить на него без комплексных чисел, если и можно, то, ну, сложно. Вот, то есть я вернусь к этому. Я к этому вернусь, да. Еще я в начале лекции сказал, что я могу выписать эту формулу для косинуса 2, 5, 17, да? Вот, она есть там во многих учебниках, конечно же, в интернете, и там так или иначе объясняется, как к этому прийти. Иногда как раз можно... Очень часто это объясняется именно с помощью теории ГЛОА. Вот. Но вот я сегодня как раз хочу рассказать, как до этого можно догадаться без теории ГЛОА. Вот. Но тем не менее какая-то алгебра нужна. И вот нужен минимум, на самом деле, средств. Это самый минимум о алгебраических числах и многошлетах. Да, вот самый минимум. В общем, могу так сказать. Вот когда вы поступите на первый курс, да, и окончите первый семестр, ну, хорошо окончите, скажем, по алгебре, получите твердую четверку хотя бы, вам в это будет все совершенно очевидно. Вот. Ну, для многих школьников, я думаю, это, в общем, тоже будет более-менее понятно. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Мы попробуем сегодня это сделать. Вот. Ваш вопрос был абсолютно правильный. Значит, насчет деления. Давайте поймем, замкнуто ли это множество относительно деления. Вот это уже совершенно не очевидно. То есть здесь банального домножения на сопряженное уже недостаточно. Вот. Ну, вот здесь, значит, то есть вот нужно ответить буквально вот на этот вопрос. Почему вот дробь такого вида, да, где А, Б и С не равны нулю одновременно, можно представить вот в таком виде, да, то есть, как говорится, избавиться от иррациональности в знаменателе. Как найти вот эти вот коэффициенты А, Б, С большие? Ну, вот здесь нам, давайте рассмотрим это на примере. Давайте в качестве примера избавимся от иррациональности вот, значит, вот в таком выражении, да. Значит, ну для этого нужно применить алгоритм эвклида для многочленов, да, а именно мы берем, значит, многочлен x квадрат плюс x плюс 3, то есть как раз знаменатель наш, да, вместо корня кубического и звука мы берем просто переменную x, вот, и берем двучлен x куб минус 2, то есть двучлен, корнем которого является как раз-таки корень кубический из двух. Вот обозначили их f от x и g от x. Можно их начать делить друг на друга уголком, последовательно, с остатком. Классический алгоритм эвклида. Ну, вот здесь проведено вычисление, вот мы сначала f от x разделили на g от x с остатком, в непомним часом получилось x минус 1, и остаток минус 2x плюс 1, вот, значит, остаток, как вводится, степень имеет меньше, чем делитель, да, вот, делитель имеет степень 2, а остаток степень 1. Теперь мы берем g от x, да, наш бывший делитель, теперь он становится делимым, а в качестве делителя получается вот остаток на предыдущем шаге. Значит, вот теперь мы делим x квадрат плюс x плюс 3 на 2x минус 1 с остатком. Ну и, разумеется, в остатке уже должна получиться просто констант. Вот, ну вот константа получилась 15 четвертых, вот, и теперь мы тоже, точно так же, как при решении диафантовых уравнений, после прямого хода алгоритма Эвклида вы применяете обратный ход, правильно? Вот, точно так же надо поступить и здесь. Теперь нам нужно вот эту константу 15 четвертых выразить в виде линейной комбинации этих многочленов, ну, двигаясь, наоборот, снизу вверх. Вот, ну, тут всего два шага, так что здесь вот за вычислениями несложно проследить. Я подробно очень на этом останавливаться не буду, поскольку, ну, это, так сказать, если вы сейчас это не поймете, ну, не так страшно, в конце концов, лучше это подробно изучить в школе, там или на кружке. Нет, ребят, в интернете она будет лежать, поэтому надо просто аккуратно переписать дома это в тетради. То есть сейчас, конечно, не надо переписывать, да? Мы 15 четвертых выражаем из второго уравнения, потом подставляем первое, и вот важно, посмотрите, на финальный результат, вот, f от x и g от x, и при них еще какие-то многочлены, правда? Вот давайте теперь поймем, как с помощью вот этого равенства многочленов избавиться от иррациональности в знаменателе. Вот, ну, это очень несложно, да? Помните, с чего мы начали? Мы начали с того, что корень кубический из двух как бы обозначили за x. Но теперь надо сделать, естественно, обратную процедуру. Надо вот в это равенство вместо x подставить корень кубический из двух, правда? Значит, ну, для чего? Для того, чтобы вот это f от x обнулилось, правда? f от x это x куб минус 2. Значит, это первое слагаемое полностью обнуляется. У нас получается g от корня кубического из двух, правда? А это как раз и есть наш знаменатель, согласны? Мы так выбрали этот g от x. Вот, и как раз получается, раз слева у вас стоит константа, то, значит, вот вы получаете вот тот самый в конце многочлен в точке x равная корень кубический из двух. Это и будет наш числитель. То есть вот окончательный результат. Вот, значит, это стандартная техника. Такое одно из важных применений алгоритма Эвклида, который обычно проходится на математических школах. Так или иначе, это все повторяется, конечно, на первом курсе любых математических факультетов. Вот, значит, это стандартная техника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!